Друзья, нас с вами окружает информация, море информации и дай бог в ней разобраться. Найти ту информацию, которая будет содержать в себе максимальное количество полезного контента. Ведь за наше с вами внимание борется большое количество рекламных каналов. Итак, сегодня говорим о современных методах предоставления доступа к информации. Да-да, вы не ослышались. Оказывается, проблема в современном мире не генерация этой информации, не написание постов и отчетов. Проблема, чтобы ваш пост был заметен. Итак, я на примерах сегодня постараюсь вам показать очень простые способы, с помощью которых вы можете увеличить количество просмотров. Сможете улучшить лояльность вашей целевой аудитории. Те, кто досмотрит до конца, получат все эти инструменты, которыми пользуюсь я. Если я ими пользуюсь, я не самый умный человек на планете, поэтому и вы сможете ими пользоваться. Хотя, скорее всего, вы самые умные. Напишите об этом в комментариях. Итак, друзья, давайте начнем. Давайте разбираться с современными методами предоставления доступа к информации. Чтобы было нагляднее, мы с вами будем все это дело визуализировать. Итак, у нас есть с вами какая-то информация. Напоминаю, что для каждого информация является своей, для педагога это могут быть занятия, для коммерческой организации могут быть прайсы, рекламная продукция. И какими способами мы пользуемся? Во-первых, самый простой способ это QR-коды. Сразу говорим, плюс и минус. QR-код это, по сути, просто некий проводник. Чтобы ручками ссылку не вбивать, мы его с вами сканируем с помощью телефона. Если с айфонами, да, все понятно, просто навели, отсканировали и перешли по ссылке, то на некоторые телефоны Android приходится ставить специальное приложение. То есть, это такой минус. Но это самый бюджетный способ, про который мы сегодня с вами будем говорить. Номер два. Это у нас с вами NFC. Что такое NFC? NFC это специальные метки, которые позволяют беспроводным способом, без визуализации, предоставлять информацию. Они имеют те же преимущества, что и QR-коды. Предоставление быстрого доступа к информации. В этом случае нам нет необходимости что-то сканировать, скачивать приложение для распознавания QR-кодов. Но у нас должна быть функция беспроводного доступа, да, то есть та функция, которую мы пользуемся при беспроводной оплате. В нашем смартфоне, если этой функции нет, сорян, доступ невозможен. Но это более интересный доступ, потому что он позволяет реализовать различные сценарии. Мы можем с помощью NFC-меток создать какой-нибудь мини-сайт, и, допустим, это будет наша визитка. И беспроводным способом мы подносим телефон и сразу же прописать сценарий, чтобы эта визитка падала к нам, собственно, на телефон. То есть мы поднесли, тут же открывается визитка и сохраняется, если доступ был предоставлен. Или выполняются какие-то дополнительные сценарии. Допустим, я подношу телефон и происходит запись ко врачу, да, или открывается доступ к записи, я уже там ввожу. По сути, это такое нечто среднее между просто QR-кодами и автоматизацией, очень похожей на макросы. Вот, собственно, NFC. Эта история чуть дороже, потому что нам понадобятся с вами специальные NFC-метки. Выглядят они вот таким вот образом, и, собственно, с ними-то вы и работаете. Программирование NFC-меток осуществляется либо с помощью вашего смартфона, либо с помощью специального программатора. NFC-метки разделяются по объему памяти, который есть, и, собственно, уровнем защиты. Вы можете поставить на некоторые защиты, чтобы кто-то из конкурентов не переписал контент на свой. Может так и получится, что вы, раздавая информацию, будете продвигать свой конкурент. Мотайте на ус. Итак, третий доступ к информации, собственно, это очень интересно и визуально-эффектно, вызывает вау-эффект, потому что это AR. Если я скажу вам слово VR, вы поймете, о чем я говорю. А если AR, это дополненная реальность. У дополненной реальности есть ряд преимуществ. Выглядит она вот следующим образом. И с помощью обычного смартфона вы здесь и сейчас получаете доступ к информации по-новому. Не так, как NFC просто отправляемся к контенту. А здесь у нас есть такая завлекаловка, которая мотивирует нашего клиента перейти к просмотру более подробному или к исполнению других сценариев, которые мы запрограммировали. Вы скажете, AR это отстой, это старая технология, VR это круче. В некоторых случаях действительно VR это круче. Но VR требуется специальное оборудование. А для AR, дополненной реальности, оборудование не требуется, оно у вас уже есть. Если мы говорим с вами о том, что нам нужно экономить деньги, пользоваться действительно инструментами, которые будут понятны для креаторов, для создателей контента и для ваших посетителей, клиентов, то AR это та технология, на которую стоит обратить внимание. И давайте о ней поговорим подробнее. Итак, друзья, если первые два метода у вас не вызывают вопросов, потому что вы с ними часто сталкиваетесь, QR-коды не генерируют только ленивый. Другое дело, что их можно еще и оформлять. Вот. Второе дело, это NFC-метки, которые много где используются, чаще вы их видите в домофонных системах. И третье, это AR, элементы дополненной реальности, которые многих отпугивают. Казалось бы, ведь это сложно, казалось бы, я должен быть каким-то программистом. Но нет. Смотрите видео до конца, я расскажу основные сценарии использования элементов дополненной реальности в бизнесе и в образовании, и прямо с вами создам один из сценариев, и вы увидите, насколько это просто, доступно, и вы захотите сами попробовать. Те, кто досмотрит это видео до конца, получат ссылку с тестовым доступом, чтобы попробовать создать элементы дополненной реальности самостоятельно и убедиться, насколько это понятно и просто. А я предлагаю продолжить это видео. Итак, друзья, давайте от теории немножко перейдем к практике. На вашем экране вы видите вот такой интересный стенд. Мы здесь реализовали все три метода доступа к информации, QR-коды, NFC-метки и, собственно, AR. Вы его здесь не увидите в простом виде, но и сейчас увидите вот это волшебство. Про QR-коды мы говорить не будем особо, потому что вы все знаете, как эта история работает. Если у вас установлено приложение, то проблем никаких не будет. На телефонах под операционной системой iOS все открывается из приложения камеры. Далее у нас есть NFC-метки. Здесь они в уголочке у нас находятся. Приклеен специальный модуль. Давайте попробуем получить доступ к информации. Подносим. Вот у нас мигнуло. Нажали. И, собственно, приложение открывается. У NFC есть одна проблема. Мало кто знает, где находится у вас считыватель NFC. Когда подносишь, если у вас телефон в чехле не всегда срабатывает, поэтому обязательно дублируйте QR-кодами. Хотя бы так. И самое интересное, то, что мне больше всего нравится, это дополненная реальность. Открываем, запускаем приложение. Смотрите, как это просто. Друзья, согласитесь, AR удивляет. Именно дополненная реальность позволяет посмотреть маленькую часть контента, потому что так смотреть не совсем удобно, да, полноценный ролик. Нажав на ролик, вы переходите уже к основному ресурсу, и в свободное время можете досмотреть его или продолжить просмотр здесь и сейчас. И таким образом дети мотивированы досматривать информацию до конца. Будь то обучающее видео или просто контент, который вы сделали по фану. А сейчас, друзья, мы переходим к той части видео, где я вам покажу самый популярный сценарий использования дополненной реальности в образовании и в бизнесе. Но не забывайте, вы всегда что-то придумаете самостоятельно. Переходим. Друзья, сейчас покажу сценарий, как работают со сложным оборудованием. На примере вот такого робота, называется робот Коди Рокки, но не суть. Это может быть любое сложное устройство, у которого много функций, и мы часто о них забываем. Но при этом один раз подготовившись, нам не надо в голове держать всю эту информацию, показывая, как это все дело работает. Есть у нас робот или, допустим, не знаю, огнетушитель. И чтобы не вспоминать, как называется тот или иной узел в данном случае, мы просто берем наш инструмент дополненной реальности, на него наводим телефон, и он нам помогает, показывает, как называется то или иное устройство на его корпусе. Мы сегодня ведем речь о том, что мы обеспечиваем дополнительный доступ к информации, чтобы наш контент был востребован. Допустим, давайте предположим, что у нас есть некий информационный стенд, на который уже давно все перестали обращать внимание. Это рекламная слепота называется такой феномен. И, собственно, о чем я хочу вам сказать? О том, что мы с помощью дополненной реальности можем, опять же, оживить его, дать вторую жизнь. Если реальность мы все равно реализуем в своем учебном заведении или в коммерческой структуре, то почему бы это не сделать? Смотрите, например, у нас есть вот такие элементы. Один из способов оживить и мотивировать персонал посещать те ресурсы, которые нам необходимы, это, собственно, дополнить реальность таким способом. Здесь мы сделали объемную модель, которая оживает. Или другой способ, например, как мы реализовали вот здесь, есть памятник трусу, балбесу и бывалу. Допустим, мы хотим, чтобы наши сотрудники посетили данную локацию и делаем некий такой спойлер. Что же их там ожидает? Наводим, у нас появляется иконка, нажимаем на нее, переходим на популярный ресурс в интернете, и в 3D уже можем посмотреть, как это выглядит в настоящее время или в ближайшем прошлом. Вот так. Посмотрели, мотивированы стали и захотели посетить. Итак, друзья, собственно, не тратя дополнительных средств, мы с вами оживили вот эту панель, дали ей вторую жизнь, и что еще мы можем в нее добавить? Да много чего. Все только в вашей фантазии. А сейчас я вам расскажу сценарий, который позволит вам сэкономить кучу денег и повысить качество ваших образовательных услуг. Смотрите, ну, допустим, вы хотите, чтобы ваши сотрудники учились лучше на том материале, который у вас был уже подготовлен. У меня вот есть такая книга, я действительно по ней учился, у меня инженерное образование. Поэтому я открываю страницу, и проблема была всегда в чем? В том, что, допустим, некоторые изображения вот в этой книге, они черно-белые. Но речь идет о цветных картинках. Я не знаю, с какой целью это было сделано, видимо, с целью удешевления, да, в целом номенклатуры для того, чтобы учебные заведения могли это все закупать большими партиями. И как бы для меня это была большая проблема, потому что я всегда заходил на дополнительные ресурсы и смотрел картинки там, потому что важно здесь при обжатии проводов видеть нужные цвета. Поэтому с помощью, опять же, инструмента дополненной реальности в существующих условиях без дополнительных затрат педагог может улучшить качество своего образования. А вы, как руководитель, можете улучшить, опять же, материалы, да, вывести их на новый уровень, и ваши сотрудники будут обучаться быстрее и эффективнее. А как это выглядит в дополненной реальности, я вам сейчас продемонстрирую, а вы уже сами решайте, хотите вы на это обращать свое внимание и считать плюсом дополненной реальности или нет. Давайте посмотрим. Итак, друзья, для начала мы берем с вами телефон. Я специально взял самый простой телефон, который есть в офисе на Android. Запускаем приложение, вы уже его знаете, которое называется Аргумент. Собственно, и смотрим, что у нас получилось. Изображение, которое было черно-белое, раскрасилось чудным образом. И мы с вами видим содержимое. Если мы нажмем на него, мы его увидим в статическом виде. Да, и сможем пролистать, что же там педагог нам еще приготовил. А он приготовил в параметре обжатия кабеля по двум категориям. Это очень удобно. Сейчас мне не надо отвлекаться, заходить в интернет, искать информацию. Все ученики получают информацию в одинаковом формате. Другой вариант, когда у нас есть некий инструмент, мы точно так же наводим. И хотелось бы видеть инструмент, который мы можем приобрести. Вы видите, что, собственно, они выглядят вот таким образом. Как каждый элемент называется. Все это я подготовил за 5 минут. Вы сделаете это за 10. Вот еще один вариант. У нас с вами есть учебные материалы в виде книжки, которые будут читать, но не все поймут. При этом мы ранее уже, зная эту проблему, записали в видеоматериал, но почему-то их кто-то не смотрит. Поэтому давайте с вами совместим приятное с полезным. Запускаем приложение Аргумент, наводим на нужную тему. И получаем доступ к этому материалу. При этом нам не надо искать какую-то ссылку и рылиться в бумагах. Вы видите, что книгу мы при этом не испортили. А сделали метку на листе, который, собственно, необходимо нам изучить. При этом, если я нажимаю на само изображение, я перехожу на YouTube-канал, могу подписаться сразу напрямую, тем самым увеличив конверсию вашего канала и увеличив доступ к информации ваших сотрудников. Тренинг. Здравствуйте, ребята. Вы узнали героя мультфильма Антошку. Он очень грустит. Друзья принесли ему подарки, но открыть их можно, только дав правильные ответы. Друзья, я постарался вам показать необычную такую обстановку, уже приближенную к практическим занятиям, прохождение квеста детьми. То есть такого формата заданий вы еще не видели. А тем более награда – это дополненная реальность, которая мотивирует проходить квест дальше и смотреть, что же там педагог приготовил нового. Вот в данном случае нужно было 100% выполнить постройку из кубиков лего по этой схеме. И только в этом случае мы получаем следующее задание. Это очень интересный сценарий. И, собственно, мы на этом не останавливаемся, а идем дальше. Я вам покажу презентацию. Итак, друзья, допустим, у нас есть проблема, а она действительно есть у многих, я не понаслышке это знаю, что удержание у презентации или у онлайн-обучения достаточно низкое. Если клиенты особенно не заплатили какие-то деньги, то внимание их будет во время презентации рассеян. Поэтому, чтобы ее удерживать, нам поможет элемент дополненной реальности. Но об этом нужно объявить. Итак, друзья, презентация наша необычная. Она отличается тем, что она жива. То есть в процессе презентации вы будете видеть специальные маркеры, наведя на которые вы будете получать дополнительную прибыль. В чем это выражается? В вашей экономии. Ведь сегодня вы сможете, но не все, а избранные из вас, только три человека смогут сэкономить 50% на приобретение нашей игры. А для этого надо всего лишь скачать то приложение, которое я вам отправил на почту, получить доступ к нему, это все делается за две минутки, и, конечно же, вовремя навести свою камеру. Поэтому, увидел огонек, наводи камеру смартфона. И все у вас получится. Итак, а мы начинаем. И в какой-то момент времени у нас идет слайд, на котором важно. Я бы мог в тело слайда уже встроить специальный маркер, но я этого не хочу делать. Именно я, а вы можете это сделать, я хочу сделать необычным образом, чтобы у меня было несколько табличек, и я просто периодически их мог поднимать, в виде, что внимание аудитории падает. То есть, прямо сейчас же и доработал. Поэтому я поднимаю свой маркер, в виде вот такого огонечка. Люди в этот момент начали кипишевать, такие, вау, вот он, наконец-то, то, чего я долго ждал, и наводят свою камеру. Поскольку вот эти таблички мне будут давать возможность в любой момент поднять, как бы можно использовать, как ответ на часто задаваемый вопрос, потому что мне ничего не мешает. Дальше продолжать презентацию, подняв вот эту табличку, и, собственно, передвигаясь по остальным слайдам. Ничего не мешает, ничего не мешает. Но, тем не менее, вся эта история будет работать на удержание аудитории. В данном случае люди на видеокамеру получат именно скидочку. А дальше по сценарию мы можем их уже сопровождать разным образом. Я вам показал просто маленькую кроху, то, чего я придумал, а в целом вы до всего сможете догадаться сами, если попробуете вживую приложение аргументов. Давайте в студию, я буду заканчивать. Итак, друзья, вот и видео подошло к концу. Я постарался все вам показать максимально практикоориентированно. Бери и используй. Кстати, все ссылочки, о которых я говорил, оставил внизу в описании к видео. Но, чтобы вы не парились, ведь мы про современные методы доступа к информации. QR-код я уже сгенерировал, и он будет находиться вот здесь. Качайте программное обеспечение аргумент, получайте тестовый доступ, и пробуйте, пробуйте, пробуйте создавать свои первые проекты. Нам очень важно получать обратную связь от вас, потому что мы знаем, что нам в будущем снимать. Например, вы можете написать, хотим больше узнать о генерации QR-кодов, о программировании на всеметок. Хотим на практике прямо увидеть, как ты создаешь контент, да, собственно, в AR-студии вот в этой. Пожалуйста, напишите запрос, мы это все сделаем, потому что работаем для вас, чтобы вам было удобнее. Не забывайте, что это не только история для образования, а также для коммерции. Хотите увидеть больше сценариев, новые сценарии, тоже об этом пишите. Нажимайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе последних событий, и быть в этом первым, ведь сейчас скорость решает. С вами был Александр, канал «Есть вопрос». До новых встреч, и увидимся в следующих сюжетах. Пока!